МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В поисках своей игры «Авангард» проехал по трем разным странам. В Белоруссии нас встретили недружелюбно, в Москве пришлось ходить по лезвию ножа, а в Казахстане мы еще раз выучили урок. Сражаться надо до самого конца. В итоге «Авангард» закончил выездное турне с пятью очками, и это, учитывая условия, в которых ястребам пришлось начинать сезон, совсем неплохой результат. Смотрите сегодня. Выезд в Астану. Как наши фанаты болели, а наши хоккеисты побеждали. Репортаж из столицы Казахстана. Нужна поддержка, и мы сделаем эту поддержку. Мы любим «Авангард». Будьте все в «Авангарде». Стартовал сезон в молодежной хоккейной лиге. У омских ястребов новый тренер и новая игровая концепция. Сумеют ли наши парни выступить лучше, чем в прошлом году? Команда – это как птица в руке. Чуть сожмешь – задушишь. Чуть отпустишь – улетит. И вот так, постоянно, вот в таком положении. И, наконец, открытие сезона в Омске. Мы покажем атмосферу настоящего сибирского дерби. А в финале передачи представим вашему вниманию новый клип. Свой первый выезд в новом сезоне «Авангард» завершал в Астане матчем против местного «Бориса». Заклятие столицы Казахстана, в которой мы не могли выиграть очень долго. Ястребы сняли в прошлом сезоне. Теперь предстояло выяснить, что ждет нашу команду на сей раз. Астана – город, где живет моя любовь. Астана – город всей надежды моих мёзд. В осенней Астане летняя погода, а также хоккей. Много хоккея. В местном дворце спорта проводятся сразу три чемпионата – КХЛ, МХЛ и внутренний казахстанский. Сама арена недавно была признана худшей во всей континентальной хоккейной лиге. И хозяева этой темы не стесняются. Говорят, чем больше негатива будет сейчас, тем быстрее новый ледовый построят. За полчаса до начала матча наши фанаты организовали небольшое шествие на пути к арене, показав, так сказать, товар лицом. Поддержать «Авангард» на клубном автобусе приехали около сотни человек. На «Борыс» в столице ходят хорошо. Небольшой зал местной арены вмещает всего 5,5 тысяч человек. И потому пустые места здесь редкость. Несмотря на то, что надежды болельщиков «Борыса» постоянно разрушает казанский «Акбарс», выбивающий «Борыс» из плей-офф вот уже три раза к ряду, каждый год в Астане ждут от сезона чего-то особенного. Выход в плей-офф, хотя бы минимум финал, клубок, хотя бы. А за счет чего это может случиться? За счет, не знаю, за счет игры, патриотизма. Сколько лет уже, мы уходим, мне кажется, уже пора. «Акбарс» не можете пройти, да? Пройдем. Железно пройдем. Чего ждете от этого матча? Победы. Это понятно, но какая будет игра, по-вашему? У нас фига с «Авангардом». У нас «Авангард» вечный, во-первых, сосед, во-вторых, вечный конкурент, так что борьба удуборная. На Омском фан-секторе, помимо приехавших на автобусе болельщиков, обнаружились поклонники нашей команды, прибывшие в Астану самостоятельно. Семья Мартимьяновых на каждую домашнюю матчу «Авангарда» ездит из Черлакского района. И вот впервые решила посетить выездной поединок. Приехали, поддержай команду, чтобы, тем более сейчас у них такой вот психологический настрой, нужна поддержка, и мы сделаем эту поддержку. Мы любим «Авангард». Будьте все в «Авангарде». Борис начал игру так, словно собирался все решить еще в первом периоде. Скоростные атаки сменяли друг друга, «Рама» не приходилось скучать, и вскоре ошибка нашей защиты привела к голу в исполнении Новопашина. По трибунам тут же пошла волна. Хотя в фанатской среде считается, что запускать волну так рано, да еще при скользком счете дурной тон. Расплата после такого, верят болельщики, приходит незамедлительно. Ждать третьего периода из счета, где-то в 4-3 шайбы разницы, минут три остается, тогда еще можно и то побояться. А тут они в середине первого периода 1-0, они волну пускают. Сглазили? Конечно. Можно как угодно относиться к суевериям, но «Авангард» сразу после того, как по трибунам прокатилась волна, сравнял счет. Сделал это Роман Червенко в большинстве, отлично поработав на добивании. До конца первого периода оставалось всего 11 секунд. Сейчас раскатимся, только раскатиться надо, а потом будет нормально, ждодавим. Ну, надеюсь, будет как-то скачем. Такое будет, что... Ну, сейчас просто еще как бы... Я не знаю, видимо, перелет давить с Москвы сюда. Что не получилось в первом периоде? Реализация плоховато. Очень считаю. Не везет немного. Думаю, везение придет так же. Однако во втором периоде нам пришлось еще сложнее, чем в первом. Борис продолжал действовать на высочайших скоростях и заставлял наших защитников постоянно ошибаться. Стремясь разрядить обстановку у своих ворот, наши оборонцы торопились и дважды хватали штраф за выброс шайбы за пределы площадки. Минуту с лишним ястребы оборонялись втроем против пятерки хозяев, пластались как могли и в конце концов не выдержали. 2-1. У нашей скамейки за игрой от Бортика наблюдали Власенков, Певцакин и Волков. Поддержать партнеров в этом матче они могли разве что морально. На противоположной стороне площадки, также у Бортика, болели за Борис вип-гости. Одним из них оказался известный КВНщик Нуржан Бейсенов, выступавший за команды «Астана Кейзет» и «Казахи». Я вообще впервые сегодня пришел на матч, вообще за всю историю существования хоккея. Для меня я пришел впервые на хоккей, и я получаю огромное удовольствие от игры, от эмоций, от вот этой всей обстановки. Не всегда такое получаешь даже на КВНе, будучи на сцене. Я сейчас как бы, может быть, обижу КВНщиков, но сегодня я получаю массу эмоций как болельщик. Причем я болею не только за команду «Борис», я болею за игру в целом. Конечно же, за команду «Борис» больше, чем за «Омск». Простите меня о мяче, о мяче. Но дело в том, что вот сегодняшняя игра, она может быть, она не из самых лучших, но для меня она сегодня самая лучшая. И с сегодняшнего дня я решил, что я буду посвящать все игры. Вот так хоккей завоевывает новых поклонников. Правда, в начале третьего периода Нуржану и всем местным болельщикам пришлось на некоторое время загрустить. Потому что «Авангард» проснулся и обрушился на противника всей своей мощью. Вначале прекрасную комбинацию разыграло звено Семина. Момент завершал Пережогин и вначале даже не поверил, что забил. А когда поверил, очень обрадовался. Следом уже «Борису» пришло время играть втроем против пятерых. И редкий случай, наша команда сумела реализовать оба удаления. Калюжного выведено 200 по центру зоны. 3-2. Чуть позже Попов, не стесняясь, заряжает с кистей в ближний угол 4-2. На трибунах арены гробовая тишина. Лишь наши фанаты оглашают ее радостными криками. Впереди еще 12 минут. И все бы хорошо, но начинают ошибаться наши опытные защитники. За 5 минут до сирены стартует звездный час имени Крепса. Габаритный форвард за 22 секунды делает дубль. И возвращает «Борис» в игру. В овертайме соперники по очереди прощали друг друга. А в серии буллитов, благодаря мастерству Пережогина, авангард оказался сильней и вырвал победу. 5-4. Два очка едут в Омск. Если честно, очень эмоционально, я думаю, очень зрелищно. Много голов. Но я думаю, нашей команде стоит в первую очередь прибавить в обороне. А остальное все придет. Ну а так очень хорошее. Мне понравилось самому. А я думаю, зрителям тоже очень понравилось. Это такая игра, когда зрителям нравится, а тренерам нет, да? Ну я думаю, да. Но в принципе, начало сезона. Мы играли третью игру на въезде. Это не легко для никакой команды, а это уже для новой. Я очень доволен, что мы выдержали первый период. И потом мы вступили в игру и начали играть наши задачи, наши решения. И я думаю, что играть хорошо. После матча болельщики Ястребов возле арены приветствовали каждого игрока нашей команды. Словно обещая, дома «Авангард» ждет сумасшедшая поддержка. Все планы чуть-чуть изменили старт сезона, но мы уже, знаете, такая есть необходимость вот это почувствовать, что болельщики вдохнут в нас в эту силу этот сезон. Мы помним ту поддержку, которая была в конце прошлого сезона. И мы мечтаем уже выйти перед своими зрителями, чтобы они нам придали силы. В пятницу, 23 сентября, «Омские ястребы» проведут первый матч на своем льду в рамках очередного сезона молодежной хоккейной лиги. Чего нам ждать от нашей команды? За кем из подрастающих талантов следить? Эти и некоторые другие вопросы мы задали главному тренеру ястребов Евгению Корнаухову. Здравствуйте, Евгений Александрович. Здравствуйте. «Омские ястребы» только что вернулись с выезда, по ходу которого набрали 50% возможности. Получается, вас, как главного тренера, можно поздравить с почином? Наверное, скорее всего, с началом чемпионата. Я принял бы поздравление с удовольствием. Начали чемпионат, получилось 50% очков с выезда. Ну, как бы сказать, что убедительный результат, пусть, скажем, удовлетворительный. Пусть, скажем, удовлетворительный результат, потому что начала сезона вопросов еще очень много. Находимся еще и в, ищем оптимальные сочетания, в тройках, в пятерках. Поэтому еще работаем непочатый край, но идем, я думаю, в правильное направление. По ходу первых матчей стало ясно, кто из ребят готов вести остальных за собой. У нас четыре ровненьких состава. В плане того, что состав укомплектованный и примерно ровные все четыре пятерки, это можно сказать. Но явных лидеров на данный момент нет. Но нам нужно лидирующее звено. Сейчас мы все делаем для того, чтобы вывести наиболее ярких ребят на ведущие роли, чтобы они задавали тон в игре. Но пока, к сожалению, этим похвастаться не могу. Основная задача вашей команды и вас, как тренера лично, это по-прежнему подготовка новых хоккеистов для основы главной команды. Во-первых, у нас идет постоянное сотрудничество с первой командой, с Игорем Валерьевичем Никитиным, который курирует нашу команду. И по каждой игре идет отчет по каждому игроку. Контроль от первой команды у нас есть. И, естественно, это первая задача. Вот сейчас Ромка Берников-Зорова сыграл на выезде в последних играх. Значит, с завтрашнего дня он привлекаться будет к первой команде. Это наша основная работа. Известно, что психология в молодежном хоккее порой влияет на результат больше, чем в хоккее взрослом. Как вам удается справляться с этой оравой молодых людей, каждому из которых наверняка хочется и погулять, и с девушками пообщаться? Это наверняка непросто собрать всех в единый кулак. Не только же одним криком, да? Ну, крик я вообще считаю это исключительная мера. Потому что крик, как я ребятам объясняю, к крику вы привыкнете. Дальше у меня рычагов управления не будет. Путем убеждения, путем терпения. Это самый оптимальный вариант. Он более долгий. Более долгий. Но он оптимальный. Потому что крик, это уже, когда уже запасов, а ничего нет. Это уже от беспомощности. Только путем убеждения. А команда, я согласен с вами полностью, это как птица в руке. Чуть сожмешь, задушишь. Чуть отпустишь, улетит. И вот так постоянно, вот в таком положении. В пятницу вы начнете сезон дома. Интерес к молодежной хоккейной лиге растет. Но команде, наверняка, хотелось бы видеть побольше зрителей на своих трибунах. Вот скажите мне, как простому болельщику, почему стоит смотреть молодежный хоккей? Молодежный хоккей, это прежде всего азарт. Это непредсказуемость. Это эмоции. Выходят молодые парни. Это идет игра даже не за какие-то блага. Идет игра за свое имя. И я думаю, что любой болельщик, придя на, надеясь и на нашу игру, что он никогда не пожалеет и никогда не пожалеет, что он провел время зря. По крайней мере, мы будем к этому стремиться. И я хочу пригласить всех болельщиков на наши игры. Могу пообещать от себя, от всей команды, что вы не пожалеете, придя. Никогда не пожалеете за потраченное время. Мы, по крайней мере, постараемся это сделать. Спасибо, Евгений Александрович, и удачи вам и вашей команде. Спасибо вам. Первый домашний матч нового сезона. Сибирское дерби. Учитывая обстоятельства, настраивать на борьбу никого не приходилось. Однако, помимо настроя, на результат влияют еще тактическая и физическая готовность. Сибирь в этих компонентах оказалась явно лучше авангарда. Будем надеяться, пока лучше. Начиная с первого периода, у ястребов не получалось на площадке вообще ничего. И шайба Энлунда выглядела очень логичной. В предыдущих поединках пропущенный гол помогал нашей команде встряхнуться. Однако, на этот раз ничего подобного не случилось. Сегодня дома не играли достаточно агрессивно, не играли достаточно быстро. Наоборот, все, что мы сделали, играли, было медленно и сложно. Мы не играли тоже хорошо в средней зоне в смысле обороны. Если не работает индивидуальная работа в обороне, не может работать взаимодействие в нападении. В первом звене пока инертно выглядит вкатывающийся в сезон фролов. Второе из-за травм Курьянова и Попова, по сути, перестало существовать. Вносить дополнительные изменения в тройке нападения Чада не захотел, объяснив это тем, что верит в этот состав. «Авангард» попытался атаковать в концовке второго периода. Но, увы, вот эта ошибка в исполнении «Сухи» привела к шайбе Малышева. И ситуация для «Ясливов» стала просто критической. Просто не хватило свежести. В первый период еще двигались, а в основном второй, третий подсели. Но все равно пытались, создавали моменты. Но во втором, в третьем видно было, что большинство времени находились в их зоне. Ну, не знаю. Сергей Калинин чуть ли не единственный выделялся скоростными проходами в чужую зону. Но один в поле не воин. Командную игру «Авангарду» только лишь предстоит искать. Вообще проиграть плохо. Тем более, ничего не забив. Первые полтора периода, наверное, выглядели хуже соперника. В конце второго все-таки добавили чуть-чуть, попытались что-то сделать. Мы не пропустили второй гол еще под конец второго периода. У нас не получилось так. Начало сезона только. Так что у нас игра через два дня. Будем к ней готовиться. Самое главное теперь – следующая игра. В турнирном положении команд пока не произошло явного водораздела. Каждый может проиграть каждому. Очки теряют почти все. Три победы на счету Питерского СКА. Но команда с берегов Невы провела всего лишь три матча. Нижегородская торпеда, ходившая одно время в лидерах, уступила Северстали и Витязю. Наглядная иллюстрация непредсказуемости результатов начала сезона. На востоке первое место захватил Акбарс, вслед за которым пристроилась Сибирь, показывающая очень приличную игру на старте чемпионата. Удивляют Юграс нефтехимиком, свалившиеся в подвал таблицы. В межсезонье обе эти команды были грозой авторитетов. Но в сентябре их как будто подменили. Возможно, стоит подождать октября. На сегодня это все. Авангард продолжает домашнюю серию, в которой ему предстоит встретиться со Спартаком и Витязем. Поиски оптимальной тактики в этих матчах продолжатся, если Витязь снова не полезет в драку. Но пока невооруженным взглядом видно, что первым делом нам требуется улучшать игру в обороне. Именно этому и посвящается наш следующий клип. С той, кто идет, предъявите паспорт, остановись, живое существо. В этих местах ты бродишь напрасно, здесь таким существом ходить запрещено. С той, кто летит, предъявите пропуск. Нужно всякой птице документы петь, потому что птицей нельзя за границу. Просто так, без Лизы, с собой перелететь, с собой перелететь. Туда нельзя, сюда нельзя, никуда нельзя. Субтитры подогнал «Симон»